Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и когда сегодня вы наблюдаете эти красивые бутоны в виде фонариков На следующий день приходите, а там уже просто идеальной красоты колокольчики Это зрелище очень впечатляющее И так и хочется выкопать его и посадить в отдельный горшок И поставить где-то на террасе Ну и вот любоваться им просто каждый день и каждый час Настолько он правильный Само растение неприхотливое Зимует замечательно Самосев я у него не наблюдала Ну правда... Если можно отнести к недостаткам То вегетацию начинает поздновато Где-то в мае месяце Но не огорчайтесь, дождитесь Он обязательно пробьется И затем будет радовать вас круглый сезон Листья тоже бодрые, хорошие, здоровые, не поражаются К осени окрашиваются золотистым цветом Может немножко багряным цветом Ну и вот такая красота Семена завязывают замечательно Поэтому всегда вы сможете Сами размножить его семенами Либо поделиться с кем-либо К тому же плотикодон еще и является лекарственным растением Которое у нас как бы об этом я не слышала Но в странах Дальнего Востока Китай, Япония, Корея Откуда вид этого растения родом Там он широко используется в традиционной медицине Используется от всего, почитайте Ну и мужчинам на заметку Увеличивает мужскую силу Тоже мне кажется очень важно Следующее растение это колокольчик персиколистный Настоящий такой колокольчик В зависимости от сорта Разная окраска Ну как правило То, что характерная окраска для всех колокольчиков Это синяя, голубая Различные тональности Встречаются розовые И белые цвета Растение неприхотливое Сходит замечательно Все вышеперечисленные Мы можем сеять уже с марта месяца Без всяких подготовок Обычным способом Мелкие семена мы не будем заделывать в почву А то лишь на поверхности Прижимаем, закрываем Все такое, чтобы была влага Ну и тепло в принципе особо не требуется Вот какая есть у вас температура То и хорошо Ну конечно не в подвале И не на балконе Где будет градусов 10 Ну вот от 18 до 22 Они обязательно у вас взойдут В короткие сроки Следующее растение Хочу вас познакомить С вероникой Я так вспоминаю Сразу песню Мулямина Нема того, что раньше было И только надпись вероника Олег, это другая история И все вероники Какие бы вы ни сеяли Сеются замечательно все виды Самая распространенная Это вероника колосковая Вероника спиката Еще интересный вид Это вероника Астрийская Обратите внимание Вероники очень декоративные И благодаря такому колоску Строению соцветия Декоративность сохраняется очень долго Впечатление, что цветет она Ну все лето так точно Потому что отцветающие В нижней части соцветия Цветочки Они не портят декоративность Они отваливаются И даже и в состоянии Отсветшим Выглядит неплохо Можно использовать Для составления букетов И когда она Типа немножко решила Подвянуть Стою в букете Слегка изогнутые кончики Выглядят очень симпатично И как-то вот эта неряшливость Придает особый шарм букету Кто занимается составлением букетов Следующее растение Внесет в ваш сад Такую нотку тропиков И кажется, что оно Как бы не должно жить В условиях средней полосы и выше Но тем не менее живет Правда Необходимо позаботиться О легком укрытии Но это того стоит Розы мы укрываем же, правда А тут она еще и не колючая Это растение инкарвелия Или инкарвелия Растение достаточно высокое Цветоносы порядка 40-60 сантиметров И цветочки тоже достаточно крупные Размер их 5-6 сантиметров Поэтому создается очень красивая Такая клумба При этом и листья еще крупные До 30 сантиметров Длиной, рассеченные Очень нарядно выглядят Обратите на это растение Внимание Такой сорт как Сноутоп Имеет белые окраски цветков У остальных разновидностей Они розовые Слегка сиреневые Но это в основном касается Инкарвелия Доловея Следующее растение Мимулюс желтый Или губастик Называют его еще Не то чтобы он такой уже Многолетник-многолетник На него тоже придется Осенью накинуть Какую-нибудь лапку Или ворох листьев Но не печальтесь Потому что растение Настолько неприхотливое И в отличие от Выше перечисленных Которые будут зацветать Как настоящие многолетники На второй год После посева То мимулюс желтый Зацветет в этот же год Сейте его в конце марта До середины апреля И к концу мая К началу июня Понесете его в огород Уже с бутончиками И затем Будет просто всплеск Фейерверк Желтого-оранжевого цвета С пятнышками Он настолько задорный Что обязательно Поднимет настроение Цветки многочисленные Побеги немножко Разваливаются Где прислонились к почве Там они укореняются Поэтому в процессе роста Вы можете Сразу же Вот там же на месте Где он и растет Немножко увлажнить Разрыхлить Там песочка подсыпать Начеренковать Как обычно Два междоузля Воткнуть под кустом И у вас получится Еще к осени Много растений Нимулиса Иногда даже Размножается Самосевом Ну Хочу внести Немножко пользы В этот список Такие растения Как монарда И мелиса Тоже можно посеять Без проблем Монарда Всходит Дружно Быстро Даже своими Семенами Это растение Пряно-ароматическое Полезное Конечно же Можно в чаи Это то, что Называем Бергамотом Бергамот Правда другое растение Но мы называем Бергамотом Потому что имеет Такой вот характерный Приятный аромат Монарду Можно срезать Ставить в букеты Можно срезать Засушивать На зиму Хорошо Сохраняет окраску Такого Лохматенького Соцветия И в подвешенном состоянии Мы засушим Потом можно Если кто-то увлекается Поставить в букет То же самое касается Мелиссы Также мы ее посеем Можем в марте Можем до середины Апреля сеять Пикируем Как обычно И в отличие от других Пряно-ароматических Растений Которые Своих В оболочке Семени содержат Эфирные масла И трудно прорастают С ними там Определенные манипуляции Надо делать То с этими Пряно-ароматическими Никаких манипуляций Делать не стоит Единственное Что помните Что мелиса Она затем Не то чтобы Очень агрессивна Но слегка Разрастается Поэтому Продумывайте Контролируйте То место Где она будет расти Вот Такой список Мне кажется Что достаточно полезный К тому же Красивый К тому же Многолетний И беспроблемный Спасибо за внимание До новых встреч Ставьте лайки Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok